В 30-х кастричниках у школьников распочнутся восиньские каникулы, яких зарабить не только корыстными, а и беспечными. Своими планами сегодня подчас пресс-конференции поделились представители отказных служб. Миновата у первой школьных каникулы региструется большая колькасть правопорушений и травм у неполнолетних. Чтобы обеспечить постоянный догляд дорослых, подчас каникулы на Гомельщине будут працовать 340 лагеров. У них будут заденечены больше 8 тысяч школьников. Особливая увага детям сошмадетных и малозабеспеченных семьях, а так само неполнолетним, які знаходятся на улику у милиции. У кожной школе организуют факультативы, объединяющие по интерсах и гульнявые пляцовки. Среди новых проектов – великий музей для допытливых сябров. Школьникам пропануть у гульнявой форме знайомиться с историей Палацево-паркового ансамбля. На базе областного центра туризма и краезнауства будет створен туристичный лагер, який пропануя занятки по шматборьей и скалолаженье. Большая надежда мы возлагаем на новый проект, который реализовывается вместе с региональным центром тестирования и профессиональной ориентации молодежи. Это проект, который охватывает и организовываем работу профориентационных лагерей. Во время работы лагеря, на этих каникулах, это будет 9 дней, ребята имеют возможность прикоснуться к различным профессиям. Профориентационные лагеря у нас будут работать на базе семи центров докобразования и на базе 23 школ. На наступном тенье будут организованы сустречи со знакомитыми спортсменами. Школьники отримают так само макшимость и знайомиться с деянностью сродков массовой информации. Так, на 4-го листопада запланована экскурсия у телерадою компанию «Гомель».